Ваш коллега Корниенко Это действие во благо олигархов, скажем так. Как Вы можете прокомментировать выступления президента на форумах, которые организованы олигархами и встречи, если про Вашу встречу вспомнить? По олигархам, это же очень понятно. Олигархи существуют в нашей стране. Это знает каждый человек, который здесь живет. Это знает международный принятие. То, что они существуют, опровергать факт существования олигархов, это глупо. Согласны? Теперь вопрос. Наличие этого олигархата, оно как-то урегулировано законом? Никак. А как оно будет? И они условно без правил, бой без правил происходит. Как оно будет вырегулировано? Мы своим законом просто создаем, это в первом пакете, это же пакет законов. В первом законе просто говорим новые правила. Правило номер один. Мы просто признаем. Вот как помните, когда игральный бизнес был поза законом, все делали вид, что его нет, хотя он на каждом портале был. Мы просто сказали, он есть, и мы его признали и легализовали. Второй был такой вопрос, с рынком земли. Он де-факто существовал, а до юры не существовал. Мы его снова легализировали. Теперь олигархи. Они де-факто существуют, а до юры их нет. Мы говорим, давайте мы их до юры закрепим. Самый главный вопрос об этом законе, как влияет этот закон на олигархов и как он усложняет им жизнь, потому что то, что сейчас есть, никак не влияет. Первый шаг всегда. И вопрос у меня еще. Признать, что они существуют. Этот закон признает их существование и говорит, что есть реестр. Мы понимаем, кто олигарх, кто не олигарх. Что этот олигарх? Если кто-то с этим олигархом взаимодействует, он должен это договориться. По сути, это закон о лоббизме, вшитый внутрь. Это нормально тоже. Об этом говорили в 10 лет последние. Никто не решался это каким-то образом отрегулировать. И это все. На этом точка. Никто ни у кого ничего не отбирает. Никто никого не сажает никуда и так далее. Понимаете? Это очень важно. Вот все, что первое. Смотрите, это первый этап. Для первого этапа это идеальная рамка. Мы говорим сейчас с вами об этих всех рамках, но во всем этом перечне. В основном встречается работа тех людей, которые встречаются. То есть, по сути, как вы видите, видите ли вы декорации. То есть, по сути, он останется. А куда он денется? Убить олигарха? Это же не закон про убийство олигарха. В этом законе сказано, что олигарх не может владеть медиа. Правильно? В этом законе не сказано об этом. Вы сейчас трактуете неправильно. В этом законе сказано, что если человек, он же может влиять. Он просто будет в реестре олигархов. И все. Пусть владеет медиа. Никто не мешает ему. Хорошо. Возможно ли то, что действительно в этой стране будет олигархизация, когда президент встречается и проводит встречи на форуме олигарха? Будет декларировать. Если он встречается, будет декларировать. Сейчас же это происходит все кулуарно. Правильно? Это людям не нравится? Не нравится. Мы говорим, давайте кулуарщину вон. Давайте остановим эту кулуарщину. Давайте все общество будет знать, что происходит на самом деле. Можете перечислить олигархов сейчас? Я не знаю. У меня же надо по этим критериям пройти. А Томаш Фиала является олигархом? Я не знаю. У вас же есть критерии в этом законе? Ну так, кто там эти критерии? Смотрите, по этим критериям надо пропустить эти четыре критерия. Ну, иметь доказательства. Этим я не занимаюсь. Этим же будет заниматься РНБО, согласно закону. Я причем. Ну вот ваше личное мнение о Томаш Фиала является? Я не знаю. Учитывая, что у него есть стреление на медиа. Какими критериям он соответствует? Каким точно, я не готов сказать. Субтитры создавал DimaTorzok